Здарова работяня, с вами Нампи и в этом ролике я хочу рассказать про свои топ 5 причин, из-за чего я жду MMO New World и что мне в нем очень понравилось. Повторюсь, это мое личное мнение, мои причины и я никому не навязываю свое мнение. Если у вас будут разногласия с моим мнением, вы можете смело озвучивать это в комментариях под этим роликом. Не забывай подписаться на канал и мы с вами подискутируем на эту тему. Ну что, приступим. Первая причина это игровая графика. Я визуал, мне нравится смотреть на красивые картинки, видео и геймплей. Из-за моего предпочтения графики я пропустил и до сих пор пропускаю очень много интересных и причем классных игр. Например, я вообще не перевариваю изометрию, поэтому я никогда не играл и возможно никогда и не буду играть в такие игры как Diablo, Poe, либо Poe, не знаю как правильно. Ну и даже тот же Albion Online, который очень часто сравнивают с New World относительно игровых механик. Насколько совпадают игровые механики в Albion и New World я, честно говоря, опять же не знаю, но многие зрители в комментариях моего обзора на MMO New World писали, что New World это Albion Online только на максималках. Кстати, кто не смотрел этот ролик, обязательно посмотрите. Я очень старался и много рассказывал об интересных вещах, так что обязательно посмотрите обзор MMO New World. Возвращаясь к графике New World, честно скажу, что я в неё влюбился. Здесь отличное сочетание цветовых красок, хорошо проработаны элементы UX дизайна и анимации. Да, конечно, тут нет мега классной графики как в Black Desert Online, но возможно это и привлекает, так как по мне дизайн должен быть тоже в меру. И главное, чтобы он передавал дух игры и в целом, чтобы игровой интерфейс был минималистичным, выделял то, что нужно выделить и разумеется, чтобы от него не уставали глаза. По дизайну лично мне добавить больше нечего, хотя можно было бы рассказать, как тут красиво, день сменяет ночь, ну и всё в этом духе. Просто для меня это как бы не главное. Следующая причина, вторая, это классовая система. Честно говоря, я не встречал ещё такой игры, где у персонажа, которого вы создаете в игре, нету класса и профессий. В New World класс определяется оружием, которое находится у вас в руках. Более того, оружие меняется прямо в бою. Вы становитесь настолько гибким, что вам достаточно легко найти компанию. Я просто вспоминаю те моменты, когда я играл в Lineage 2 High Five, Classic и был плэлом пака. Причём это было не так давно, менее полгода назад. И в голове сразу всплывают все проблемы, связанные с поиском людей, нужного класса и профессии. Причём бывали ситуации, когда ты находишь человека, классного человека в компанию. И он рад был бы поиграть в твоей компании, но он не хочет выкачивать нового персонажа. Плюс опять же проблемы, когда кого-то нет, например хиллера, и приходится искать кого-то со стороны. В New World же таких проблем не должно быть. Если тебе не хватает какого-то класса в пати, ты спокойно можешь его заменить. Нужно только одеть его оружие. Ну и для более высокого КПД можно ещё и характеристики приучить, дабы всё это переучиваться за игровую валюту. Более того, мне очень нравится то, что ты в игре развиваешь только одного персонажа. И этого персонажа можно сделать мастером на все руки. То есть можно прокачивать ему умения собирателя, крафтера, быть танком, магом и так далее. И я безумно рад, что на одном аккаунте можно быть только один персонаж на один сервер. Так как не будет этих окон, трейнов. Третья причина. Это боевая система New World. Она здесь нереально крутая. Боевую систему New World отмечают все, кто играл на превью ивенте и кто играет сейчас на Альф. Боевку очень часто сравнивают с Dark Souls. Но я лично по этому поводу ничего не могу сказать, так как я не играл в Dark Souls. Возможно, если график сейчас позволит, я обязательно в неё поиграю и буду стримить на своём твиче. Ссылка, кстати, на него есть в описании. А после этого сделаю ролик с сравнением боевой системы. Что же такого классного в этой боевой системе New World и что меня так сильно поразило? Первое – это полноценная нон-таргет система. Повторюсь, полноценная. Это означает, что нет захвата цели автоприцела. Если вы промахиваетесь, то вы промахиваетесь. Регистрация хита идёт только при попадании. Более того, здесь влияют и препятствия, которые встречаются на пути цели. Например, если перед целью стоит персонаж, то дамаг по цели не пройдёт. Это как будто вы играете в шутер. Да, здесь будет рулить пинг, и ничего с этим не поделаешь. Но где пинг не рулит? Второе – в New World решают руки, а не показатель гирскора. Но здесь нужно тоже правильно понимать, что если вы в голом полезете на сверхзабущенного персонажа, то какие бы руки у вас не были, не факт, что вы у него выиграете. Ну а так, в New World вам предоставляет все необходимые механики, чтобы вы без буста могли показывать хорошую игру. В игре есть комбоэффекты. Возможно, комбинируете атаки различного оружия. Как я уже говорил ранее, оружие – это ваш класс. Причём в каждом оружии есть несколько веток развития, которые вы также подбираете под свой геймплей. Для тот же урона вы можете использовать блоки, перекаты, ну и быстрые ноги. Как говорится, быстрые ноги ударов не боятся. Третье – это AI. Искусственный интеллект у мобов. Тут нет того, что мобы тупо идут тебя атаковать в лоб. Они также умеют ставить блоки в мансит. Более того, в игру добавили элитных мобов, которые ещё умело используют свои умения. Причём мобы достаточно сильные и парики тут уже не повозишь. Основное, что мне нравится в боевой системе New World, я рассказал. Единственное, что могу ещё добавить, что я безумно рад, что пати здесь на 5 человек. И для меня, как для Паэлла, пати лидера – это суперская механика. Ну а тем временем мы плавно переходим к четвёртой причине, и это крафтовая система. Я в душе гном. В той же Линейш 2 у меня всегда был оконный спойлер и крафтер. Здесь же я могу собирать ресурсы, перерабатывать их и крафтить предметы на одном персонаже. Но в New World, конечно, есть условные ограничения, которые мне безумно нравятся. А именно, у каждой такой профессии есть дополнительные специализации. И чем выше специализация, тем лучше ресурс этой специализации ты собираешь, перерабатываешь или крафтишь. То есть, как вы понимаете, здесь очень большая ветка крафта. И у вас есть выбор – быть многоруким, многоногым или быть классным специалистом в какой-то конкретной области. Я в ближайшее время выпущу подробный обзор по крафтовой системе MMO New World, поэтому, если не хотите пропустить видео, то подписывайтесь обязательно на канал и ударяйте в колокол. Это поможет вам не пропустить этот ролик. Ну и последняя причина – это модель распространения игры и отношения разработчиков к комьюнити. MMO New World – это платная игра. Распространяется по модели By-to-Play. То есть, купил и играешь. Ранее разработчики говорили, что в игре будет донат-шоп, но он будет содержать только косметику, которая не дает никаких игровых преимуществ. Например, какие-нибудь костюмы, плащи, элементы декора в дом, изменения или поступления новых новостей по этому поводу от разработчиков в New World пока не было. На альфа-серверах магазина тоже еще нет. Хотя очень хочется посмотреть, что же все-таки там будет содержаться. Многие наши скептики, я имею ввиду из русскоязычного комьюнити, говорят, что с такой моделью игра может и не выжить, по крайней мере, в долгую. Я в принципе с ними частично согласен. И мне кажется, что New World в дальнейшем будет дополнительно продавать дополнение к игре. И то не факт. Все-таки это компания Amazon и денег у них достаточно. Да и я где-то слышал, что цель у них немного другая, а именно затаскивать людей в свою экосистему. Если кто-то не знает, Амазону принадлежит Twitch. И пользователи с подпиской Amazon Prime получают доступ к Twitch Prime. Twitch будет тесно интегрирован с MMO New World. И об этом неоднократно говорили разработчики, но не раскрывали подробности. По факту, MMO New World должен стать той игрой, которая должна будет привести новых пользователей в Amazon Prime. Отсюда может быть и такая коммуникабельность разработчиков. Комьюнити-менеджер New World постоянно общается в твиттере с сообществом. В принципе, вы можете написать им в комментарии вопрос, и они предоставят вам достаточно оперативный ответ. Далее политика выхода патчей. Каждый месяц New World выпускает крупные обновления на альфа-сервера и дает хороший патч-нов. Если обновление очень масштабное или немного противоречивое, то выходит целый ролик. Например, так было, когда New World отказались от открытого PvP в пользу осознанного. Или когда перенесли игру на 31 август. Кстати, там вообще директор игры давал интервью и рассказывал про все изменения, которые произошли и с чем был связан перенос. А что мне нравится больше всего, то что разработчики MMO New World не дают никаких обещаний по изменениям, тем самым давая нам интригу и не завышая наши ожидания от игры. Разработчики также прислушиваются к комьюнити и хотят сделать игру лучше для нас. Конечно, они делают не все, что мы хотим, но так и должно быть. Потому что часто мы сами несем бред и не понимаем этого. Даже когда мы говорим и пишем, что ребята, давайте ключи на альфу только тем, кто хочет играть на альфе. Помогать в тестировании. А знаете, что они на это отвечают? Если мы будем высылать приглашение на альфу только фанатам, то мы никогда не поймем, почему обычный игрок, который не слышал ничего об игре, заходит в игру через несколько часов, выходит из нее и никогда не возвращается. Понимаете, они уже ищут проблему в New World, которая приводит к частичному оттоку игроков. А это говорит о том, что игра не будет для нас скучной и будет достаточно продолжительной. На этом у меня все. Это был мой топ 5 причин, почему я жду New World. И чем он мне так понравился. Согласны вы с моим мнением или нет, пишите в комментариях. Делитесь этим видео со своими друзьями, это поможет продвинуть мой канал и игру в целом. Ну и не забывайте подписываться на YouTube и Twitch канал, вступать в Discord и в Telegram. Ссылки, кстати, на все это есть в описании под видео. Всем спасибо и берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!